Так, хорошо, вопросов нет. Переходим к маркетинг-плану. Маркетинг-план состоит из основных понятий. Это бинарная структура, бинарные шаги, уровни дистрибьюторства и уровни мастерства. Разобраться во всем этом с первого раза очень сложно. Я еще не видел, чтобы кто-нибудь сразу понял бы все. Но 50-60-70% думаю можно усволить. Поэтому маркетинг-план мы поделили на две части. До обеда и после обеда. В пятницу уже вкратце рассказывали о маркетинг-плане. Сегодня мы поговорим немножко больше о цифрах. Можно поставить презентацию с маркетинг-планом. Итак. Цифровая модель бага не реализована с помощью бинарной структуры. Что значит бинарная структура? Бинарная структура подразумевает то, что под каждого человека вы можете зарегистрировать ровно два человека. То есть, когда вы появляетесь в системе, в вашей структуре нет никого, кроме вас. И под вас можно зарегистрировать только два человека. Куда регистрируются остальные люди? Они регистрируются под тех, кто уже был зарегистрирован. Допустим, следующим образом. И так далее. До бесконечности. В атоме нет никакого ограничения в бинарной структуре. Количество уровней не ограничено. Соответственно, таким образом у нас формируется левая ветка и правая ветка. То есть, мы будем пользоваться терминами, которые гуляют как бы в простонародье. Которыми пользуются все партнеры атомами. Левая ветка, правая ветка. Итак, на официальном сайте есть такой раздел. Если вы зайдете в маркетинг планы, здесь много текста. И поначалу может показаться, что это все очень сложно и непонятно. Но мы потихонечку все это разберем. То есть, тут непонятно пока. Для начала разберем, что такое PV. PV это баллы. Каждый продукт имеет свои баллы. Все выплаты, которые вы получаете, высчитываются из этих баллов. Например, на примере химахима. На российском сайте коробка химахима стоит 6 тысяч рублей и 50 тысяч баллов. То есть, за покупку коробки химахима участник получает 50 тысяч баллов. Есть два понятия. Личные баллы и групповые баллы. Личные баллы это те баллы, которые каждый участник накапливает за каждую свою покупку. Личные баллы никогда не сгорают. То есть, за каждую покупку, которую делает каждый участник атоми, у него накапливаются личные баллы. Они накапливаются на протяжении жизни аккаунта. То есть пока аккаунт активный, они копятся и не сгорают. Для того, чтобы поддерживать аккаунт активным, нужно один раз в год совершать любую покупку, чтобы показать компании, что вы живой. То есть неважно, сколько баллов дает эта покупка, неважно, сколько стоит этот товар. Вы просто купили что-то, показали свою активность и можете год дальше работать. Получается, здесь есть один момент, когда человек регистрируется в стране, где уже есть открытие, в течение полугода нужно совершить эту покупку, чтобы показать активность, любую. Получается, все те, кто уже совершил покупки до открытия, у вас уже эта активация прошла. То есть в момент открытия в Казахстане у вас будет один год до следующей покупки. Можно сказать таким образом. Но если вы поймете все правильно, вы будете делать эти покупки чаще. Потому что каждый в ассортименте может найти что-то для себя и для своего кошелька. Далее есть такие понятия, как групповые баллы. Групповые баллы – это совокупность, это сумма всех баллов партнеров из вашей структуры. Допустим, групповые баллы в левой ветке и в правой ветке. То есть они подсчитываются отдельно. Все партнеры, которые совершают покупки в левой ветке, их баллы суммируются и таким образом формируются ваши групповые баллы. То есть это ваш товарооборот, с которого вы и будете получать денежки. Допустим, в вашей левой ветке кто-то покупает хима-химы. Вот, прокупил три хима-хима. Ваши групповые баллы суммируются и получается 150 тысяч групповых баллов. В правой ветке кто-то тоже купил один хима-хим. И у вас 50 тысяч баллов в ваших групповых баллов в правой ветке. И так далее. Ваши личные баллы в данный момент равны нулю. Пока у вас 0 баллов, вы не можете зарабатывать. Для того, чтобы зарабатывать в компании, есть три требования. Первое требование. Компания должна открыться в стране. То есть должны пройти все законодательные моменты, должны все вопросы с юристами проработаться, должны наладиться все вопросы по выплатам, чтобы компания могла отправлять вам деньги. Из-за этого следует второе требование. У вас должно быть ИП. Потому что так требует законодательство России и законодательство Казахстана. То есть у вас должно быть ИП, компания должна открыться. То есть все, когда компания откроется, у кого есть ИП, смогут подать на верификацию дистрибьютора и начать получать деньги. И третье условие – это иметь первый уровень дистрибьюторства. Так, что такое уровень дистрибьюторства? В компании всего пять уровней дистрибьюторства. И первый уровень называется торговый представитель. Для того, чтобы получить уровень торгового представителя, нужно иметь на личном счету 10 тысяч баллов. Это не очень большая сумма. 10 тысяч баллов – это примерно 10-15 тысяч тенге. То есть если вы сделали закупки на протяжении энного количества времени, неважно какого, накопили 10 тысяч личных баллов, вы уже можете зарабатывать. Остальные уровни рассмотрим по ходу дела. Итак, вернемся к нашей картине. Допустим, в понедельник ваши групповые баллы, ваши обороты в левой ветке составили 150 тысяч баллов, в правой – 50. И вы для себя купили тоже хим-охим. Таким образом, ваших личных баллов стало 50 тысяч. И вы получаете первый уровень дистрибьюторства – торговый представитель. Никто у вас этот уровень уже не отнимет, потому что у вас есть личные баллы. Теперь рассмотрим следующее понятие – бинарный шаг. Так, по торговому представителю всем понятно? Не очень? Так, если есть вопрос, поднимите руку по ходу дела. Ну, например, торговый – 50 тысяч баллов, да? И левая, ветка и правая – 150. Получается 150 баллов, да? Нет. Чтобы получить уровень торгового представителя, нужно иметь более 10 тысяч баллов на личном счету. То есть 10 тысяч баллов или больше. Не важно, какие у тебя обороты справа-слева. Если у тебя есть 10 тысяч баллов, то ты получаешь уровень торгового представителя. Пока у тебя нет этого уровня, твои обороты не учитываются. То есть если в понедельник здесь вот прошли обороты 150 тысяч баллов, а вы сделали покупку во вторник, то вот эти обороты уже прошли мимо вас. Ваши обороты начинают подсчитываться с того момента, как вы получаете уровень дистрибьюторства. То есть сейчас люди, которые строят структуры, если у вас проходят какие-то баллы в структурах, они пока не учитываются. Пока копятся только личные баллы. До открытия компании стратегия – это развивать свои личные баллы, наращивать свой кабинет, знакомиться с продукцией. Так, по стратегии мы еще чуть поговорим. Так, теперь понятно? Получается, если у вас 10 тысяч баллов или больше на личном счету, то вы торговый представитель. Первый уровень дистрибьюторства. Далее, что такое бинарный шаг? Бинарный шаг – это та единица, за которую вы получаете деньги. Бинарный шаг может проходить ежедневно, кроме воскресенья. Рассмотрим пока вот этот первый кусочек. Торговый представитель – 300 тысяч баллов или более. Что это значит? Это значит, что когда в вашей левой ветке и в вашей правой ветке накапливается более 300 тысяч баллов, то есть обороты начинают превышать 300 тысяч баллов и там, и там, то вам начисляется денежка. Давайте на примере. Вот в понедельник у нас была такая картина. В левой ветке 150 тысяч, в правой ветке 50 тысяч. То есть пока 300 тысяч там, там нет. Соответственно, это значение фиксируется и приходит на следующий день. В следующий день подсчет начинается с этих значений, которые были в предыдущий день, потому что вы еще не зафиксировали бинарный шаг. Далее. В левой ветке у вас кто-то покупает хим-ахим, хим-ахим и еще хим-ахим. 300 тысяч баллов. То есть достаточное количество для фиксации бинарного шага. Но в правой ветке нет 300 тысяч баллов. И здесь покупают, получается, во вторник только один хим-ахим. И у вас 100 тысяч баллов. Таким образом, вторник заканчивается, наступает среда. Опять эти значения переносятся на следующий день, потому что бинарный шаг не зафиксировался. То есть среда. Здесь начинается подсчет с 300 и со 100 тысяч. Получается, в левой ветке никто ничего не покупает. В правой ветке покупают 4 хим-ахима. То есть накапливается также 300 тысяч баллов. Я показываю все в хим-ахимах, потому что так легко считать. Хим-ахим 50 тысяч баллов. Соответственно, теперь в левой и в правой ветке 300 тысяч баллов есть. И фиксируется бинарный шаг. В реальности очень редко бывает такое, что фиксируется бинарный шаг с левой и справа по 300. Это практически невозможно. Потому что вы не можете управлять всеми покупками вашей команды самостоятельно. Покупки делаются в основном без вашего ведома. И чаще всего здесь значение больше. Когда я узнал об этом, узнал о том, что если у меня здесь будет, например, 600 тысяч, здесь 500 тысяч, сфиксируется бинарный шаг в 300 тысяч, а остальные баллы сгорают. Я подумал, что это очень плохо. Но это как раз она та система, которую я показывал, где пирамида превратилась в трапецию. Когда у вас сгорают такие небольшие обороты, это не так страшно. То есть то, что сгорают обороты, это наоборот хорошо. Потому что у людей, которые находятся вверху, у них сгорают миллионы, сотни миллионов. Может быть уже даже миллиарды. Нет, на миллиарды еще не дошло. Сотни миллионов баллов ежедневно сгорают. Если бы эти баллы не сгорали, они бы получали большие деньги наверху. И нам бы внизу получать деньги было бы сложнее. За счет именно того, что вот так вот сгорают баллы все лишние, все могут выйти на заработок. Итак, в левой ветке 300 тысяч, в правой ветке 300 тысяч. И вы получаете свою выплату за бинарный шаг. Если вы торговый представитель, то за бинарный шаг вы получаете примерно 20 долларов. Потому что коэффициент на сегодня равняется примерно 4 долларам. Четверг подсчет оборотов вашей ветки начинается с нуля. Потому что в среду вы зафиксировали бинарный шаг. Неважно, сколько у вас там было баллов накопилось, бинарный шаг зафиксировался, наступил четверг, подсчет идет снова. До тех пор, пока снова не зафиксируется бинарный шаг. Этот момент понятен? Понятно? Если по бинарному шагу есть вопрос, поднимите руку. Идет получается ежедневное обновление? Ежедневное. Ежедневное обновление? Да. Подсчет с нуля начинается тогда, когда вы зафиксировали бинарный шаг. То есть у человека может уйти энное количество времени, чтобы зафиксировать свой первый бинарный шаг. Допустим, в нашей структуре есть люди, которые не работают и не собираются работать, но они потребители. И они зарегистрировали, допустим, свою маму, родственника или соседа. И рано или поздно они получают свою выплату. Потому что люди делают покупки. У кого-то первый бинарный шаг там проходит за два месяца, у кого-то за три, у кого-то за четыре. Но рано или поздно он пройдет. Потому что баллы они копятся, 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 суммируются и проходят. В Казахстане, может быть, тут будет немного по-другому, потому что люди, которые не работают, возможно, не будут регистрировать ИП. Поэтому.